Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Андрей Рыжков. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Отравы из ларька. В городе проводятся рейды по проверке торговых точек на предмет продажи никотиносодержащих препаратов несовершеннолетним. Новый рекорд. На стане 5000 магнитогорского металлургического комбината в 2019 году было произведено более 168 тонн проката. Волевые победы молодежки. Хоккейная команда «Стальные лисы» успешно провела очередную домашнюю серию, заработав 7 очков из 8 возможных. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Идет настоящая охота на наших детей. Их буквально подсаживают на так называемые снюсы. Это проблема, которую в нашем городе можно решать только сообща, объединяя усилия общественности и правоохранительных органов. Рейды по проверке торговых точек на предмет продажи никотиносодержащих препаратов несовершеннолетним проводятся постоянно. Об одном из них расскажет Юлия Никифорова. В среду, 29 января, общественники, представители народного контроля в сопровождении сотрудников полиции организовали рейд по нескольким торговым точкам, включая табачный ларек на улице Завинягина. Инициатором проверки этого киоска стал казак Андрей Кузовлев. Поступила информация о том, что в этом ларьке продают несовершеннолетним, наконец-то запрещенные препараты. После этого мы вместе с Единой России привлекли полицию для того, чтобы реализовать фиксацию и прекращение продажи этих препаратов. У меня пятеро детей, трое из которых учатся в школе, поэтому эта проблема мне очень близка и она меня очень сильно беспокоит. Я в меру своих сил стараюсь этому противодействовать. На самом деле, эта ситуация происходит в каждой школе и общественность должна услышать, обратить внимание. В ходе проверки в ларьке табак-напитки участники рейда снюсов в продаже не обнаружили. В этом ларьке мы не нашли, в наличии снюса нет. По крайней мере, продавец показал нам тетрадку, где действительно видно, что с реализации снюс снят. Мы приняли участие с конца декабря в рейдах, в мониторингах. Мониторили сначала торговые сети, крупные торговые сети. Уже в конце декабря почти во всех крупных торговых сетях продажа снюса была снята с реализации. Также реализация снюса осталась в маленьких магазинах розничной торговли и в ларьках. По словам представителей полиции, в этом году уже проведено 120 рейдов, в ходе которых было проверено более 600 торговых объектов. Сотрудниками полиции изъято 104 упаковки, что составляет 2356 единиц никотиносодержащей продукции. Основная цель данных рейдов – это все-таки предупреждение вовлечения несовершеннолетних в употребление таких вредных никотиносодержащих веществ. Также сотрудниками полиции составлено три административных протокола по статье 1453 Кодекса об административных правонарушениях. Это несоблюдение ограничений или нарушения запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями. Рейды по проверке точек торгующих табачной продукцией, конечно же, будут продолжаться и впредь. Представители народного контроля, правоохранительных органов призывают общественность, руководители образовательных учреждений, родителей держать руку на пульсе, со своей стороны всячески противодействовать употреблению детьми вредных для здоровья снюсов. Юлия Никифорова, Денис Иванов, телекомпания ТВИН Продолжаем программу. Стан 5000 поставил рекорд годового производства. В 2019 году на нем было произведено более 1 168 000 тонн проката. И это самый высокий показатель с момента пуска агрегата. Этот уникальный для всей российской металлургии объект снабжает толстым листом самые крупные предприятия нефтегазовой и мостостроительной отрасли. Павел Берсенев продолжит. Визитная карточка ММК. Площадь 13 гектаров. Протяженность 1200 метров. Работают более 100 человек. В свое время запуск Стана 5000 стал знаковым событием для всей металлургии страны. Ответом Магнитогорского металлургического комбината, мировому кризису и ключевым звеном в стратегическом планировании экономики региона и России. В пуске этого стратегически важного объекта принимал участие тогда еще премьер-министр России Владимир Путин. Технологические возможности этого стана позволяют выпускать качественную и конкурентоспособную продукцию для производителей труб нефтегазового сортамента, для нефтяных платформ, работающих в условиях Арктики, для строительства мостов и изготовления котлов. Перспективы у нас есть всегда, потому что с каждым годом мы пробуем прокат новых марок стали, повышенных классов прочности, поэтому ежемесячно у нас идут какие-то опытные прокатки с расширением нашего сортамента. Процесс превращения раскаленного сляба в лист неизменно вызывает восхищение и огромный интерес, причем не только у новичков, но и у профессионалов. Уже 11-й год создает магию металлургии Денис Беляков. Он оператор главного поста управления. Говорит, что испытывает гордость от осознания того, что вносит свой посильный вклад в экономику страны. Приятно работать с таким механизмом, как вроде одна из самых мощных клетей в свое время была в мире. Ну и просто большой механизм. С оборудованием проще, чем в те дни. Смотришь, управляешь такой махиной. Сейчас одно из наиболее перспективных направлений в металлургии – выпуск высокопрочных марок стали. Их специфика в том, что они сохраняют свои свойства даже при уменьшении толщины. Оборудование стана 5000 позволяет изготавливать такую продукцию. Так стали МакСтронг активно применяются в машиностроении и недропользовании. МакСтронг тоже в последнее время стали покупать, так как это высокомаржинальная сталь. Она идет не только у нас, покупки в России, но и за рубеж. Недавно также были отправлены в Австралию опытные марки, опытные партии, что показывает, что рынок сбыта есть, и она востребована. Павел Берсенев, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Он знает, как рождается окускованный рудный концентрат. Агломератчик аглофабрики номер 2, аглоцеха горнообогатительного производства ММК Владислав Керес, несмотря на молодой возраст, уже отлично разбирается в своем деле и даже является наставником для начинающих специалистов. Высокий уровень мастерства и любовь к профессии позволили ему одержать победу в традиционном конкурсе ММК «Лучший молодой рабочий». Евгения Солухудинова расскажет обо всем подробнее. Владислав Керес – агломератчик. Он человек, который имеет целый ряд должностных обязанностей. Настройка агломашины, спекание агломерата, подбор оптимального содержания влаги. Специалист ежеминутно следит за производственным процессом и умеет им управлять. Работу свою он считает творческой. Когда это черный невзрачный шихтовый материал выходит на загрузки, а к конце на разгрузке машины это уже что-то такое пылающее, то есть все это красочно, интересно. Вот в этом красота творчества и заключается. В его трудовой лишь одно место работы – аглоцех горнообогатительного производства ММК. Владислав пришел на комбинат летом 2014 года, сразу после окончания Магнитогорского технического университета. Здесь трудился его дедушка, до сих пор работают отец и мать. Другими словами, вопрос выбора профессии перед Владиславом остро не стоял. Начинал свой трудовой путь молодой специалист в должности машиниста-конвейера на узле стабилизации агломерата. Затем был назначен машинистом смесительного барабана, а после – агломератчиком. В течение последних полутора лет он успешно исполняет обязанности мастера участка. В его подчинении 24 человека. По словам коллег и руководителей, с возложенной на него ответственностью, Владислав справляется. В конкурсе на лучшего молодого рабочего Владислав занял первое место. Он признается, в копилке достижения – это первая значимая награда. На вопрос, в чем было его преимущество перед соперниками, отвечает – никаких секретов, мастерства нет. Просто он любит свое дело, поэтому и знает его на все сто. Владислав начал с АЗОВ. Сейчас уже дорос до исполняющего обязанности мастера. Конечно, желаю ему продолжения этого роста его карьерного, как говорится. Старается парень. В коллективе Владислава Кереза ценят и уважают за легкий характер и за ответственность, за стремление быть в числе лучших и за неравнодушие. В июне этого года коллеги обязательно поздравят его еще с одним важным событием в жизни – с бракосочетанием. Создание семьи, уверены они, станет для молодого рабочего еще одним стимулом – развиваться, реализовывать свои амбиции, расти профессионально. Евгения Солопудинова, Владимир Ровенский, телекомпания «ТВИН». Продолжаем программу. В Магнитогорске сегодня простились с Геннадием Семеновичем Гуном, профессором, видным научным деятелем, имя которого было известно далеко за пределами города и даже страны. Церемония прощания состоялась в родной альмаматор ученого в Магнитогорском государственном техническом университете. Его называли настоящим двигателем науки, человеком чести, слова и дела. Проститься с Геннадием Семеновичем Гуном в Магнитогорский технический университет пришли сотни человек. Это близкие ему люди, его коллеги, друзья, первые лица города и комбината. И даже те, кто не был знаком с ученым лично, но знал и слышал о его огромном вкладе в развитие науки и производства. Геннадия Семеновича мы, наверное, все знаем и помним. Были годы, когда мы просто учились у него. Были годы, когда мы вместе работали, потому что сейчас, как рассказывали, Геннадий Семенович действительно совмещал научную работу с производством. И благодаря в том числе его личному участию на Магнитогорском комбинате и не только было внедрено огромное количество новых технологий, полученные новые материалы. По сегодняшний день продолжается его работа, его начинание по внедрению, по разработке и по взаимодействию с администрацией города в том числе. И, конечно, это огромная утрата. Огромная утрата. Сегодня мы провожаем последний путь великого человека. Вот знаете, вот есть штучные люди, таких вот единиц. Это потеря не только для города, это потеря для всей страны. Научная. И таких сообществ потеряли Геннадий Семенович. Для меня всегда это будет жизнерадостный человек. Всегда он умел находить решения в конфликтных ситуациях. Находил их так правильно, что всегда выходил победителем в этих дискуссиях. Геннадий Семенович, наверное, все-таки жизнь продолжается, и мы будем внедрять твои идеи. Но тебя нам будет не хватать. Дорогой наш Геннадий Семенович. Еще вчера был рядом, сегодня нет. Знали, что болеет, но не верится, что ушел из жизни. Кто-то знал его больше, кто-то меньше. Студенты несколько лет закончили вуз, ушли. Профессорский преподавательский состав и мы знали Геннадия Семеновича долгие годы, а семья всю жизнь. У него было много дипломов, наград, медалей, орденов, премий. Он был хорошим человеком, добрым, простым, искренним. Есть такое понятие в Ленинграде или в Петрограде. Ленинградская интеллигенция. Он был представителем нашей магнитогорской интеллигенции, технической и научной. Будем помнить, пусть земля будет пухом нашему Геннадию Семеновичу. По инициативе Геннадия Семеновича в свое время была создана программа подготовки кадров высшей квалификации в Магнитогорске и в регионе в целом. Он являлся крупным специалистом в области создания новых технологий и обработки металлов давлением, в оценке качества продукции и технологий. Заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный работник культуры РСФСР, действительный член Академии проблем качества. Всех его регалий не перечесть. Больно и безумно тяжело говорить о Геннадии Семеновича в прошедшее время. Все, за что не брался Геннадий Семенович, все было успешно. Спи спокойно, Геннадий Семенович, а мы будем очень долго, мы будем всегда помнить о вас. Уважаемая Марина Георгиевна, Игорь Геннадьевич родственники. Тяжелый день сегодня, очень тяжелый. Геннадий Семенович на самом деле был очень уникальным человеком. Он легендарным был человеком только у нас в УЗИ, в городе, в России. Какой огромный пласт он поднял. Тихонарь, доктор технических наук и заслуженный деятель культуры. Вот какие кадры на магнитке. Геннадий Семенович, мы всегда будем помнить вас, ваше дело. Будем развивать и дальше. Но не только за высокий профессионализм ценили его друзья, родственники и коллеги. Геннадий Семенович был невероятно добрым, открытым человеком. Среди своих главных принципов жизни он называл обязательность, свободу позиций, любовь и, конечно, юмор, который помогал ему выйти из любой ситуации. Дядь Генн. Я имею право его называть Дядь Генн. Я лично с ним не был знаком. Но я знаю, что благодаря этому великому человеку, помимо того, что он экономически и манка, я знаю, что благодаря ему в этот город приезжали Сергей Юрьевич Юрский, Лев Борисович Дуров, Евгений Павлович Реонов. И он реально великий человек. Великий. Я сейчас немножко могу запутаться, но я знаю, что он улыбнулся бы, услышав такие вещи. Друзья уходят как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в занятии. А мы смеемся с новыми друзьями, а старых вспоминая по ночам. Он великий человек. Геннадий Гун скончался 25 января, в день студента, в Израиле, где находился на лечении. Ему было 80 лет. Первое в 2020 году заседание общественной палаты состоялось накануне. В основном подводили итоги за прошлый год. С отчетом выступила начальник управления культуры Магнитогорска Млада Кудрявцева. Многих общественников наградили благодарственными письмами. Обо всем по порядку далее. Первое заседание общественной палаты в этом году началось с приятного. Благодарственными письмами за работу в 2019-м наградили неравнодушных людей, чиновников, представителей прокуратуры. Далее последовал отчет о проделанной собственной работе палаты. Сработали мы полноценно и год прошел продуктивно. Реализовывались мероприятия в сфере защиты прав детей, детей-сирот, защиты прав пациентов. Мероприятия запланированы и провелась работа в сфере общественного транспорта. Уже сейчас наши общественники ведут контроль за движением маршруток. Из ярких событий запомнился всем общественный народный форум. Проводились круглые столы, не раз выезжали с проверками совместно с прокуратурой города. Работа была плановой. По плану заслушали отчет за 2019 год Млады Кудрявцевой. Начальник управления культуры администрации Магнитогорска подытожила работу аппарата и привела несколько цифр. Средняя заработная плата работников учреждений культуры в 2019 году составила 31 889 рублей 16 копеек. Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в 2019 году 36 145 рублей 40 копеек. Консолидированный бюджет Магнитогорского городского округа исполнен в сумме 16 541 632 000 рублей. Бюджет учреждений по ведомству культура исполнен в сумме 729 458 000 рублей. Благодаря федеральной программе культура на обновление городских библиотек потрачено 5 миллионов рублей. Отдельная гордость управления – мобильная библиотека на проспекте Карла Маркса 165. Кудрявцева всем рекомендует ее посетить. Есть на что посмотреть. Общественники, в свою очередь, поблагодарили управление за организацию проведения дня города. В этом году палата возобновит работу общественных приемных. В них будет работать специальная комиссия по решению всевозможных проблем и жалоб горожан. Предполагается, что приемы общественники будут проводить один-два раза в неделю. Где и когда будет работать общественная приемная, можно узнать из средств массовой информации. Елена Винц, Александр Макаров, телекомпания ТВИН. 30 лет с песней. Ансамбль «Горенко» отметил юбилей. Все годы его солистами являются инвалиды по зрению членом Гдетогорского отделения Всероссийского общества слепых. На празднование дня рождения коллектива пожаловало немало гостей, в числе которых и депутат Законодательного собрания Челябинской области Лена Колесникова. Веселье, задор и позитив – такие эмоции дарит зрителям любое выступление ансамбля «Горенко». Несмотря на то, что жизнь каждого артиста – это преодоление определенных трудностей. Раиса Мусина – инвалид первой группы по зрению. Поэт в народном коллективе все 30 лет его существования. Я все время пела, и что в школе, что где работала, и поэтому пришла сюда. Мне этот ансамбль очень нравится, это наша жизнь. У нас очень интересно, у нас свои мероприятия, свое отношение к людям, поэтому мы всегда бодрые, веселые, жизнерадостные. Творческий коллектив местного отделения Всероссийского общества слепых хорошо известен в Бангетогорске, поэтому на празднование юбилея «Горенки» собралось много гостей и много друзей. С первого дня мы с вами стали большими друзьями, потому что я здесь почувствовала необыкновенную душевную теплоту. Вы действительно всегда одариваете своих друзей, своих гостей своим душевным теплом и видите нас своим сердцем. Тружба депутата законодательного собрания Челябинской области Лены Колесниковой с обществом слепых насчитывает уже 8 лет. Парламентарии всегда интересуются нуждами инвалидов по зрению. На четвертьвековой юбилей «Горенке» были вручены новые музыкальные инструменты. Подарок в честь 30-летия ансамбля – спортивный тренажер «Эллипс» пригодится не только артистам, но и всем 800 подопечным общества слепых. Пение человеку лучше, а если физическая нагрузка дополнительная будет, то тогда, конечно, это будет двойная польза. Мы просили именно такой тренажер, это «Эллипс» кардиотренажер, и он такой многофункциональный, здесь и пульс, здесь и давление. В новом году Макитогорское отделение общества слепых ожидает расширения. Городские власти пообещали выделить новое, более просторное помещение. Осматривая предлагаемые варианты, представители общества слепых оценивают возможность организации большого актового зала, чтобы как можно больше желающих смогли прийти на концерты любимого ансамбля «Горенка». Ирина Тимофеева, Александр Макаров, телекомпания «ТВИН». О новостях спорта через несколько секунд. Молодежная хоккейная команда «Стальные лисы» успешно провела очередную домашнюю серию, заработав 7 очков из 8 возможных. После непростых матчей с Нижегородской «Чайкой» магнитогорцы встретились с одним из лидеров Восточной конференции МХЛ – Казанским «Ирбисом» и одержали две волевые победы. Как это было, расскажет наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. В двух октябрьских матчах в столице Татарстана лисы набрали всего одно очко, хотя оба раза заметно перебросали соперника и могли рассчитывать на большее. На домашнем льду магнитогорцам пришлось не менее сложно. В первой игре заброшенные шайбы пришлось ждать почти половину основного времени. Вскоре после того, как хозяева во второй раз успешно отыграли в меньшинстве, гости все же открыли счет. Перед заключительным периодом преимущество лисов по броскам в створ снова было ощутимым 26-18, однако воплотить количество в качество удалось лишь на 45-й минуте. Нападающий Эдгар Варагян с позиции защитника великолепно бросил кистями в верхний угол. Несмотря на то, что по игре в неравных составах Ирбис в нынешнем сезоне выглядит заметно лучше магнитогорцев, реализовать численное преимущество гостям на чужом льду так и не удалось. А вот хозяева с третьей попытки сделали это, отличился Семен Буйван. А под занавес встречи курьезную ошибку допустил вратарь Казанцев. Он сыграл на выходе и попытался выбросить шайбу. Она попала в Варагяна и отскочила в ворота. 3-1. Спустя сутки голевая засуха продолжалась вплоть до начала заключительного периода, когда Ирбис снова сумел открыть счет. Однако магнитогорцы и теперь проявили волевые качества. Долгое время их усилия были безрезультатными, но на 53-й минуте настойчивая атака с участием Андрея Олейникова и Руслана Господынька увенчалась голом Эдгара Варагяна, здорово сыгравшего на добивании. Вскоре лисы провели откровенно неудачную смену и буквально привезли сами себе вторую шайбу. Но казанцы в этот вечер слишком много нарушали правила. Если первые шесть попыток хозяева не использовали, то седьмая позволила им спастись от поражения. За 15 секунд до окончания основного времени, после наброса Тимура Хайрулина, шайба попала в конек Олейникову и оказалась в сетке. Овертайм не выявил победителя, а в серии буллитов, вернувшийся в состав после долгого перерыва вратарь Никита Камышников, подтвердил статус одного из главных героев этой пары матчей. Он отразил четыре броска из шести, а его партнеры сумели забить трижды. Отличились Руслан Господынька, Евгений Корешков и Дмитрий Шешин. Итог 3-2. Впереди у лисов два матча в Хантамансийске с Мамонтами и Угры. Заключительную домашнюю серию в регулярном чемпионате команда проведет в середине февраля. Павел Зайцев, телекомпания ТВН. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах, в социальных сетях и на нашем сайте tvdeficin.ru. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok